Это обрыв. Вертикальная стена на краю рифа, которая погружается в глубины моря. Кораллы здесь процветают в богатой питательными веществами воде, поднимающейся вверх по склону обрыва по течению со дна океана. Рыба тоже собирается вокруг обрыва, чтобы покормиться планктоном и спрятаться, например, от голубоглазого карангса. Это краснозубая спинороговая рыба, представитель одного из самых красивых видов живущих у обрыва. Они питаются планктоном, переносимым течением и укрываются в расщелинах и под уступами, когда течение слишком сильное. По мере увеличения глубины мы начинаем встречаться с более странными обитателями рифа, например, рыбой-удильщиком, которая привыкла жить в темноте. На такую глубину и в такую темноту редко опускаются обычные рифовые рыбы. Некоторые, однако, приспособились к жизни и в этом жутком месте. Даже на более низких глубинах, где света меньше, методы маскировки крайне важны для выживания рыбы. Яркий металлический блеск этих большеглазых обусловлен системой отражающих кристаллов на их коже. Когда они плывут вверх, кристаллы рассеивают свет с поверхности, ослепляя хищников. Ночью они питаются планктоном, днем они прячутся в удобных тоннелях и пещерах. Эти рыбы часто делят укрытие с другими рыбами, например, как эта стая карликовых большеглазых. Они привыкли к жизни в темноте благодаря их глазам. Большеглазые, обитающие на еще больших глубинах, используют светящиеся пятна, называемые фотофорами, для привлечения добычи. Эти рыбы могут думать, что они в безопасности, но в их туннеле заявился незваный гость. Мастер маскировки, гигантская клоуновая, может менять цвет своей кожи, чтобы притворяться губкой, на которой она живет. Гигантские клоуновые покрыты шипами и маленькими бородавками. Также они обладают впечатляющими челюстями. Идеально подходящими для прожорливого хищника. Они едят все, что попадается им на пути, и они даже не останавливаются перед такими же, как они.